Отлично Ребята, я сейчас так вижу, что отлично Ок, отличная связь, супер, замечательно Я представлю нашего первого спикера Это Александр Соколовский Основатель многих крутых, самых популярных сервисов Для Инстаграма и Тулиграм И Скаут, и Тим Лайкер Он подробнее расскажет для вас, что это за сервисы Зачем они нужны В общем, это человек, который делает Кучу разного бизнеса в социальных сетях В том числе в Инстаграме И он лучше Сейчас об этом всем вам расскажет И поделится трендами продвижения В Инстаграме в 2018 году Так, сейчас я подключаю Сашу Саш, если ты меня слышишь Уже можешь включать звуки и камеру Я тебя слышу Да, сейчас я тебе сделаю Ты можешь уже включить Свой экран Уже все есть Свой экран, так, сейчас я Можно понять, где Что, мой скринт Ага Так, что тут у меня все исчезло Сейчас, секунду Есть экран? Да, Саш, все супер Я просто сейчас отключу свой микрофон Чтобы связь была лучше Потому что у нас там говорят Когда два спикера Как-то не сильно хорошо слышно второго И тебе даю 30 минут Чтобы ты поделился Всей самой крутой инфой Ага, Саш, скажи мне, пожалуйста А я могу чат где-то видеть? Давай, я тебе сейчас В Телеграме скину ссылочку на чат, окей? Давай, да Да, сейчас я тебе скину, секунду Что? Да, все, в принципе Можешь начинать Я тебе сейчас ссылку скину на чат Там будут все вопросики справа Да, все, все, давай Я жду ли вам в случае чат, чтобы видеть от людей реакцию Соответственно, друзья, привет Напишите, пожалуйста, плюсики Кто меня хорошо видит и слышит Чтобы мы убедились, что у всех все четко Сейчас, как только у меня появится ссылка на чат Я сразу зайду и проверю, что все окей Мы сегодня с вами поговорим на достаточно интересную, на мой взгляд, тему Я не совсем буду рассказывать про сервисы Потому что про сервисы уже слишком много, на самом деле, информации в интернете Я вам расскажу, где вы можете взять и так далее Я постараюсь дать вам информацию, которой в интернете, скажем так, нету Которую я не давал еще И постараемся сделать так, чтобы для вас это было наиболее применимо в ближайшее время В ближайшем году И чтобы вы смогли максимум полезного вынести Давайте для начала даже не с меня начнем, а начнем с вас Напишите, пожалуйста, в чат, кто вообще чем занимается и для чего вам Инстаграм Прямо пишите смело, чем занимаетесь, род деятельности, салон красоты И типа хотим клиентов привлекать Или там, я не знаю, путешествую, хочу тревел-блог, еще что-то То есть пишите Мне нужно это для того, чтобы понять, чем вы занимаетесь Чтобы более концептуально правильную информацию вам дать Она будет, условно говоря, едина, но все равно капитально Так, пока что я вижу гору плюсов Это значит, что у нас все хорошо со связью И жду от вас ваши комментарии Пока вы пишете, расскажу вам про себя немного Наверное, кто-то меня знает Если вы меня знаете, то можете написать в чат Знаю, чтобы я понимал тоже, сколько вас Меня зовут Сколовский Александр Я занимаюсь интернет-маркетингом достаточно давно Этот интернет-маркетинг сейчас уже перерос в совсем нечто другое Мы занимаемся дистрибьюцией, дистрибьюторской компанией у нас И по факту все свое продвижение Весь маркетинг мы и по сей день выстраиваем через интернет Собственно, с социальными сетями я работаю порядка 7 лет И за это время мы успели сделать даже не один, а несколько весьма популярных сервисов Самый известный наш сервис – это сервис Telegram Который использует порядка полмиллиона людей по всему миру Это достаточно большие цифры, я считаю Собственно, я не исключаю, что кто-то из вас уже тоже его использовал Или использует и по сей день Помимо этого сервис TeamLiker, Telegram У нас были еще разные попытки Но вот Telegram, TeamLiker и Scout – это три наши актуальные действующие сервисы Собственно, рассказывать я вам буду на основании своих собственных проектов Чтобы вы не думали, что это откуда-то из воздуха взятая информация То есть информация будет только прикладная То, что мы делаем сами, то, что мы принимаем сами Я вижу, что вы пишете, друзья Handmade, MLM-привлечение, Шлагбаумы, Шоу-Биз Все читаю, все, что вы пишете Разработка сайтов, туризм, студия татуажа Дистрибьюция детских товаров, продажа электроэнергии Тренинги по финансам Отлично Ой, сколько комментов Супер-супер-супер-супер Сетевой Класс Класс Классно, сфера очень разносторонняя Это хорошо И я думаю, что всем сегодня будет полезно в любом случае Ладно, погнали У нас с вами не так много времени 30 минут плюс еще небольшое время на вопросы Поехали Тему я назвал «Персональный бренд как способ развития бизнеса» Поэтому поехали Собственно, для тех, чьи вопросы останутся без ответа Например, если мы не успеем Или кто-то захочет еще там что-то узнать Или кому-то просто нужна инфа Мои ВК, мой Инстаграм Добавляйтесь, подписывайтесь Будем общаться на просторах интернета с вами Я достаточно коммуникабельный чел Теперь идем далее Что можно успеть за 30 минут Собственно, два направления У нас будет новый вид услуг И брендинг Это две темы, которые мы затронем И начнем мы с конца Почему мы начнем с конца? Потому что у меня есть определенный опыт Нам в свое время довелось сделать мини-бренд Мини-бренд, который мы поняли Что это бренд только потом Мы сделали бренд меня То есть я стал таким человеком, у которого, скажем так В интернете появилась определенная узнаваемость Определенное количество подписчиков и так далее И силу этого бренда мы не понимали до конца Мы лишь знали, что этот бренд имеет какой-то вес Что нам удается через этот бренд Через мою узнаваемость продавать какие-то продукты Но не понимали на сколько Пока у нас не случился эксперимент Полгода назад мы сделали облачную версию Telegram Это у нас раньше был софт, который нужно было устанавливать на компьютер Сейчас это сервис, который работает в браузере, в облаке Соответственно, и в тот момент, когда мы его выпустили И я у себя в социальных сетях написал об этом Я сделал релизы, сделал несколько постов Мы за неделю получили 19 тысяч регистраций Что является колоссальной цифрой То есть почти 3 тысячи регистраций в день За первую неделю мы получали Просто не имея никакой рекламы Просто с моих личных страниц Собственно, в этот момент мы поняли, что Наверное, бренд меня, так называемый Он присутствует, он имеет вес Имеет достаточно сильный вес Мы начали думать о том Каким образом нам сделать так Чтобы этот вес, этот бренд И наш опыт распространить на другие продукты Ведь как бы Telegram, он тоже, скажем так Не то что конечен Он имеет определенную свою сферу Имеет свою определенную аудиторию А мы хотели развиваться дальше Собственно, мы просто начали повторять опыт Таким же образом, но только на товаре Мы сделали товар, который называется Honey Teddy Hair Возможно, кто-то из вас тоже его знает Если знаете, пишите в чат плюсики Возможно, его видели у каких-то блогеров Или еще где-то, я не знаю Мы много где были, много где рекламировали Собственно, вот я уже вижу первые комментарии Собственно, что мы делали? Мы пошли по такому же пути И мы пошли по тем же принципам, что мы и работали с Telegram И мы начали анализировать Вообще наши действия по Telegram Начали анализировать Как что делалось И поняли, что у нас не было какой-то простой И там схемы понятной Что мы не могли посчитать эффективность рекламы Что мы не могли направить свои действия В определенную точку И не могли сделать так Чтобы наша реклама на 100% была эффективной Мы начали анализировать и поняли, что когда мы развивали Telegram Мы развивали мой бренд Вообще Мы просто делали узнаваемость на рынке Я ездил по всяким различным конференциям Как, например, вот этот вот вебинар сегодняшний Я делал так, чтобы люди узнавали меня И через меня узнавали наши продукты Я писал статьи на разные там СМИ В разные группы, в разные издания Дальше, помимо этого, там, я не знаю Мы создавали всякий различный контент Мы снимали видосы Мы снимали интервью Мы делали кучу различных вещей Которые были направлены просто на узнаваемость меня Соответственно, спустя какое-то время Это привело к тому, что и продукты, которые я делаю Начали покупать Собственно, здесь мы пошли по такому же пути Мы понимали, что мы должны делать какую-то узнаваемость Но результата мы ее посчитать не можем Поэтому мы пошли к блогерам И начали размещать рекламу у кучи блогеров Продвигаться таким образом И пытаться получать продажи Собственно, основная проблема заключалась в том Что мы, несмотря на то, что мы размещались По именитых блогеров И там у видеоблогеров И у инстаграм-блогеров И у звезд Мы не получали никакого результата То есть у нас не было вообще ни продаж, ничего Хотя были компании, наши друзья Которые нам говорили Вот разместите все этого человека И получите хороший результат Мы не получали этого результата И не понимали причины того, что происходит Потому что другим компаниям Другие смежные продукты Это давало результат А нам не давало И мы начали анализировать Что же мы делаем не так Вот, кстати, видите Те блогеры, у которых мы размещались Их достаточно большое количество Это, к слову, о том Что, возможно, может быть Там неправильные блогеры были Или еще что-то Собственно, мы не получали никакого результата И только спустя некоторое время Уже когда мы решили остановить Всю эту рекламу у блогеров И когда мы решили Направить свои силы в другое русло Мы начали получать результат Просто ни с того, ни с сего Не тратя денег на рекламу Не вкладывая ничего Мы начали получать заказы Мы начали получать клиентов Получать результат Мы опять же вернулись назад Начали анализировать Наши действия И поняли, что Все работает не совсем так просто Как мы думали, что не все сейчас сосредоточено на том Что вы залили там 10 рублей в рекламу Получили 15 рублей обратно Это не так, что вы включили таргетированную рекламу У вас там она пошла И вы получили сразу клиентский результат Нет, сейчас уже все не так работает Потому что клиент уже стал более умный Клиент уже хочет более интересного чего-то И клиент хочет вовлечения в то, что вообще происходит Собственно, что это было вообще с нашей рекламой? У нас произошла такая тема, как отсрочка результата То есть мы размещали рекламу А результат с нее был только примерно Через полтора-два месяца Так происходило со всеми блогерами Почему так произошло? Потому что вначале мы размещались И люди просто смотрели на новый товар Просто видели его И даже не задумывались о том, что они могут его купить Когда они видели его второй раз Они думали, о, я опять этот товар Третий раз, о, опять этот товар На четвертый раз они задумывались Почему я везде вижу эту рекламу На пятый раз они думали, надо бы купить это На шестой раз они покупали Соответственно, нам потребовалось достаточно много времени Чтобы с каждым человеком, с каждым нашим клиентом Соприкоснуться условно по пять-шесть раз Сделать так, чтобы он купил наш товар И мы поняли, что не вся реклама, которая делается Должна работать по классическим принципам Типа вложил рубль, получил два Потому что есть то, что нельзя посчитать Нельзя посчитать узнаваемость Нельзя рассчитать, скажем так Узнаваемость бренда Эффективность этого бренда И мы пошли по пути просто того, что мы начали заселять Рынок рекламы и получать результат с отсрочкой Мы просто начали создавать бренд И так мы работаем не только с этим продуктом Так мы работаем с достаточно большим количеством продуктов Которые у нас есть И мы везде в рекламе отталкиваемся от того Что мы не просто создаем, скажем так Попытки привлекать клиентов А мы создаем узнаваемость на рынке Пытаемся, по крайней мере, делать это в наших масштабах Которых мы можем И, собственно, если проанализировать то, что делают большие компании Гиганты на рынке Это ровно то же самое Я уверен, что вы знаете Компании, которые свою рекламу направляют Не только на прямую продажу рекламы То есть купи, потому что скидка 30% А просто на узнаваемость Друзья, кто знает компании Которые свою рекламу направляют Именно не на прямую продажу А на узнаваемость На какую-то репутацию На лояльность к бренду и так далее Если знаете, пишите такие компании Я уверен, что вы должны знать их очень-очень много Потому что фактически Каждая большая компания, уважающая себя Она ориентируется не только на прямую продажу Она ориентируется еще и на взаимодействие с клиентами На выстраивание с ним отношений Это, собственно, лишь один пример Я надеюсь, что вы сейчас напишете в чат Еще какое-то количество примеров Компании, которые делают так Которые идут в рынок таким образом И примерно по этой дорожке заходят в него Собственно, помимо всего прочего Мы начали анализировать дальше Как так получилось? Как мы пришли к этому опыту? И что работает эффективно? У нас получилось два бренда У нас был бренд Я Как человек, который имеет Какую-то определенную узнаваемость О репутации в рынке И у нас, скажем так, была компания Honey Teddy Hair, имеющая репутацию в рынке И мы начали сравнивать Что работает эффективнее, что работает лучше Скажем так, мой бренд или бренд Honey Teddy Hair И мы начали проводить аналогию И вообще того, как это может быть И поняли, что мой личный бренд Он работает лучше Что он работает эффективнее Что лояльность ко мне выше Что доверие ко мне выше Абсолютно точно И что результаты, которые мы получаем с рекламы Именно с меня Где я торгую, скажем так, своим лицом Они выше Но тут же у нас появились и контраргументы Потому что не совсем понятно Стоит ли делать бренд именно из себя Ведь это дает определенные сложности Ведь появляется огромное количество нюансов во всем этом И мы начали искать эти нюансы Выписывать за и против И в итоге пришли к тому Что создание бренда из самого себя Это очень-очень-очень сложная штука И это касается примера Любой сферы деятельности Не только моей Ведь выставляя себя лицом чего-либо Ты постоянно должен быть, скажем так, на людях Ты должен постоянно генерить контент Ты должен постоянно, я не знаю, умничать Ты должен постоянно делать что-то Зачем люди будут следить Ты должен постоянно поддерживать репутацию А самая большая проблема того Что ты должен делать это собственноручно Ты должен это делать собственными руками При создании бренда Ханита Ди Хейер Мы же отталкивались от другого Что у нас есть команда людей Это помимо сейлзов, продавцов и маркетологов У нас есть огромная команда технической поддержки Которая как раз может делать ту работу Которая связанная с брендом собственноручно Что они могут взаимодействовать с клиентами Отвечать на вопросы Они могут генерить контент от имени компании И самая большая радость во всем этом Что это может делать не один человек А хоть 10, хоть сколько Ведь это все стоит за компанией В ситуации, когда ты работаешь сам Когда ты работаешь своим лицом Когда создаваешь бренд из себя Ты обязан сам везде всегда быть И это очень конечно Потому что рано или поздно, когда вы заболеете Или когда вы захотите поехать отдыхать Заработав уже достаточно денег мира И в этот момент вы все равно будете обязаны Поддерживать себя на людях Себя в интернете Поддерживать свою репутацию В тот момент, когда речь идет о компании И о каком-то проекте То в тот момент, когда вы уехали на Бали И лежите там попивая кокосик И заедая все это дело манго Команда, существующая за вами Может выполнять эту работу И более того, она может делать это качественно Потому что у вас-то в сутках 24 часа На создание контента И поддержание репутации А у команды часов гораздо больше Потому что их может быть 10 человек И это уже не 24 часа, а 240 часов Собственно, стоит ли делать бренд из себя Это действительно сомнительная вещь Хотя я уверен, что у каждого из вас Сейчас есть мысли о том, что классно было бы Раскрутить себя в интернете Сделать себя популярным У кого есть мысли о том, что сделать себя популярным в интернете Это классно, ребят Поставьте плюсики Не стесняйтесь Я думаю, что такие мысли посещают каждого Учитывая сейчас волну той социальной активности Которая есть вообще в мире В том, что все становятся блогерами Все генерят контент Все пытаются создать вокруг себя шумиху Пытаются набрать подписчиков Невольно у каждого из нас с вами получается Выходят такие мысли, что это нужно делать Но на самом деле Это не совсем так На мой взгляд Это очень сомнительно Потому что это очень обременяет И более того Самое очевидное, что здесь можно сказать Я уверен, что вы понимаете Что за каждым пиком популярности, активности И так далее Стоит падение И в этот момент Люди, которые обладали То или иной популярностью И активностью Они очень страдают Морально, душевно И так далее Это происходит в буквальном смысле С каждым человеком Который был в тот или иной момент Времени популярным После этого потерял свою популярность Поэтому Это очень опасно И это очень сложно Соответственно Но что, как это использовать Как вообще с этим работать Мы сейчас с вами поговорим Во-первых Создание бренда Оно не всегда Может ложиться Как бы только на себя И это очевидно Можно положить его на команду И на проект Вот тут вопрос Опять же, знаете Какой Здесь Очень Очень много но Если вы готовы Как бы с этим смириться Готовы над этим работать То тогда, наверное Это ваш путь И вам, возможно, так и нужно Но 90% людей Они все-таки Не хотят Быть постоянно завязаны На вот этом вот деле Связанном с собственноручным трудом А здесь вы отвечаете за все главы Но есть у этого всего И вторая часть Вообще Вторая часть мысли Ведь Рынок меняется И если раньше Мы в Инстаграме Пытались получать Просто подписчиков Просто пытались Сделать так Чтобы у нас были подписчики И они превращались В клиентов В момент времени То сейчас Все очень сильно поменялось Если раньше Основная услуга На рынке Было там Продвижение в Инстаграм Как оно есть То, что я привлекаю вам Подписчиков Эти подписчики Будут покупать Сейчас все очень сильно поменялось И появились новые виды услуг И в вашем случае Зависит от того Чем вы занимаетесь Вы можете знать О том Как применять эти услуги И о том Как предоставлять эти услуги Давайте поговорим об этом Во-первых Самое важное Что я хочу затронуть В этом разделе Это популярность Социальных сетей Друзья Скажите Как вообще На ваш взгляд Социальные сети Они популярность свою не теряют За последний год Например Как с популярностью Дела обстоят Просто я очень часто Слышу О том Что Соцсети уже не так Актуальны Что Вконтакте Вообще не жив Ну в Украине Во многом Я понимаю Что Вконтакте Не очень жив сейчас Зато открылся Фейсбук И так далее О том Что Инстаграм Уже не тот И что эффективность Его гораздо не Но При этом Есть и Противопоставляющие Факторы Всего этого Ведь Если взглянуть На Например Запросы В Яндексе То за последний год Количество запросов Слова Инстаграм Возросло в полтора раза Это значит Что людей Которые используют Инстаграм Стало в полтора раза больше Если среди тех людей Которые были раньше В этой социальной сети Эта социальная сеть Уже немножко Скажем так Утратила Свою актуальность Утратила Свою популярность То в мире Вообще Во всей Не то что в мире А в реальном рынке В реальном секторе Популярность Только растет И в полтора раза Больше людей Используют Социальную сеть Что очень круто И собственно Отсюда и рождается И спрос на услуги И так же появляются И новые услуги И спрос на новые виды услуг О каких услугах Мы сейчас будем говорить Например Скажите мне пожалуйста Знает ли Кто-то Кто-то из вас Что такое Коммент чаты У нас с ним Трансляция Немножко Задержка идет Поэтому я так или иначе Буду опережать Сам свои слова Я надеюсь Что в тот момент Когда я задаю вопрос Вы вначале Думаете И быстро пишете ответ А потом Уже только слушаете Мой ответ Потому что Если вы будете Скажем так Ждать моего ответа То вы его Конечно же услышите Но будет очень круто Если вы Услышав мой вопрос Будете сразу писать Ответ в чат Так будет эффективнее И для вас Так вот Коммент чаты Если кто-то слышал То это очень круто Если кто-то не слышал То вам только Предстоит услышать об этом Что такое Коммент чаты Это такая история Когда Энное количество людей 10, 20, 30, 50 человек Собираются в одном чате Например в Ватсапе В ВКонтакте Или в Телеграме И в тот момент Когда Кто-то из них Выкладывает фотографию Он скидывает ссылку На нее в этот чат Все остальные люди Лайкают ее И комментируют Тем самым Создавая активность Вот этой вот фотографии И развивая ее Соответственно Вот это вот Такое новое вехо Которое последние Полгода Или может быть Даже там В 8 месяцев Уже Активно Разрывает рынок И собственно На фоне этого Появились новые услуги Почему? Да потому что Люди уже не хотят Просто подписчиков Инстаграм Они не хотят Вот такого Они хотят Чтобы Когда к ним В инстаграм Заходят их друзья Когда ко мне В инстаграм Заходит мой друг Он должен видеть У меня много лайков Много комментариев И много активности Таким образом Все кто за мной следят Кто на меня подписан Они будут думать Что скажем так Что мой аккаунт популярный И будут рассказывать Своим друзьям О том Что мой аккаунт популярный И таким образом Мой аккаунт Действительно Станет популярным За счет того Что люди будут говорить О том Что в нем есть активность Что он популярен То есть Это парадокс такой От того Что люди говорят О том Что я популярен Я становлюсь популярным Это очень смешно Собственно Появились такие Коммент-чаты И это Очень-очень классная штука Которая Прям-таки Взорвала в свое время Рынок И очень классно развивалась Но На фоне этого Опять же Проведу параллель Как изменился рынок Мы сделали Сервис Который взял И заменил Эти коммент-чаты И люди По факту Огромное количество людей Которые пользовались Коммент-чатами Сейчас перешли на него Что за сервис Мы сделали так Что есть Такие группы Людей Которые объединяются В чат И пишут друг другу Лайки И пишут друг другу Комментарии Саша Это не запись Нет Это не запись Пишут друг другу Лайки Комментарии Мы взяли их И объединили В один сервис Чтобы это все Делалось в автоматическом режиме Чтобы условно говоря Когда вы выложили фотографии Вам от этих людей От живых Которые на вас подписаны Прилетели лайки И вы сами написали Какие комментарии Вы хотите получить И так далее Получаете еще больше Результат Чем от Коммент-чата Собственно Такая мини Знаете Мини промоушен Но я на самом деле Я рассказываю вам Просто на фоне О том Что на фоне Изменения рынка Появляются новые услуги Но и мини промоушен Для меня Естественно Для вас есть Небольшой промокодик Если вы зайдете Тимлайкер.ком Инставеб И введете промокод Инставеб То у вас пару недель Бесплатно будет На пользование сервисом Но не суть Так появляются Новые услуги По продвижению Ведь если Пару лет назад Основная услуга На рынке Была Продвижение В инстаграм И как результат Получения подписчиков То сейчас Запрос уже другой И на рынке Если вы начнете смотреть Что за услуги Появляются То услуги По приросту Живых подписчиков Услуги По Привлечению Именно активности По созданию активности Очень и очень Круто работают И развиваются Более того Я подписан Там на Не ты что подписан Общаюсь С некоторыми блогерами Инстаграм Которые мне тут Недавно рассказывали О том Что вот у меня Новый человек Который занимается Моим продвижением И у меня действительно Начали расти комментарии Начали расти лайки От живых людей И потом я захожу К себе в сервис И проверяю Нет ли аккаунта Этого человека У меня В сервисе И понимаю Что активность Растет именно От сервиса А не От каких-то Других заслуг Человек То есть реально Появление Нового рынка Которое Формирует Скажем так Составляющую Вообще Всего происходящего Более того Так везде То есть это Опять же Лишь один Пример Того Как видоизменяется Рынок Ведь То же самое Происходит И в других Социальных сетях И в контакте И в фейсбуке И в ютубе Просто Немножко меняется Немножко меняется Спрос Немножко меняется Предложение Никого уже Не интересуют Просто подписчики Всех интересует Узнаваемость Никого не интересуют Просто Клиенты В данный момент Времени Все хотят Там постоянных Клиентов Которые будут С ним взаимодействовать Которые будут Там Которые будут С ними За счет их репутации Я думаю Что вы видели Огромное количество Классных примеров Того Что делают На рынке И классных Примеров Того Как управление Вот этой Вот репутацией Как развитие Своего Бренда Вообще Дает Плоды И дает Результаты Я думаю Что например Вот этот Вот ролик Видело Ну 90% Людей Из вас Если вы Видели Этот ролик В интернете То Пишите Плюсики В чат Зачем я встал Да потому Потому что Это один Из очевиднейших Примеров Того Как люди Не просто Пытаются Привлечь Тупейшим образом Клиентов Направляя Прямую рекламу А когда люди Помимо этого Сделали то Что на протяжении Нескольких месяцев Уже обсуждают Все и вся Реклама Реклама этого Казино Азино Три топора Которая Песня Которая у меня В голове Наверное Месяц Играла Когда ребята Не думая Об эффективности Рекламы Просто Сделали Хороший Ролик Который Они просто Везде 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 Сеяли 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 Довели Это до Такого Состояния Что появилась Реальная Узнаваемость Мне недавно Нужно было Найти Подобное Казино И посмотреть Кое-какую Информацию Юридическую На нем О том Как документы Оформляют Такого рода Заведения Я естественно Невольным образом Сразу вспомнил Именно про это Казино И Даже Ни О чем Другом Не думал Вижу Плюсы Минусы Есть огромное Количество Тех Кто не видел Этот ролик Слушайте Если вы не видели Этот ролик Вы видимо Не смотрите Кино В интернете Потому что Они в основном Там рекламировались Но я вам советую Посмотреть Собственно Вывод Изо всей этой истории Вывод Такой Что В ближайшее Время В ближайший год Уж точно Вся активность В социальных сетях И в частности В инстаграме Будет направлена Именно на создание Какой-то Репутационной Фигни Это в том числе Связано с тем Что меняются Алгоритмы Социальных сетей Зачастую Вы выкладываете Фотографию И фотографий Не показывается Вашим подписчикам Не показывается Вашим друзьям И поэтому Количество подписчиков Уже не так важно Уже Не до конца Важно Я не знаю Не до конца Важно Сколько людей Просто увидит Вашу фотографию Важно именно Сколько людей Повзаимодействует с ней, сколько людей знают вас и сколько людей не просто мониторят в ленте вашу фотографию, а сколько людей заходит к вам в аккаунт, чтобы посмотреть, есть ли там новый контент. Собственно, на этом и строится вот эта вот как раз репутация. На фоне этого всего появляются новые услуги, о которых я, о одной из которых я говорил, а это значит, что вы можете как стать потребителем этой услуги и направить ее в правильное русло, так и стать создателем этой услуги, то есть предоставлять людям возможность скажем так пользоваться вашими услугами. Собственно, основная задача понять, в каком направлении работать, делать ли узнаваемый продукт из себя или делать узнаваемый продукт из того, чем вы занимаетесь. В этом, кстати, есть тоже нюанс еще один, о котором я хочу упомянуть, ведь создавая известный продукт, узнаваемый продукт из самого себя, в этом есть плюс, ведь если сегодня вы занимаетесь, я не знаю, системами водоснабжения, а завтра вы начнете заниматься продажей автомобиля, ваша аудитория, она все равно останется с вами. И таким образом вы сможете из года в год, меняя род своей деятельности, взаимодействовать с одной и той же аудиторией. Если же вы делаете, условно говоря, продукт, узнаваемый из именно своего товара или услуги, то все, на чем вы сосредотачиваетесь, это работа именно с конкретным продуктом. И, условно говоря, перестав работать и заниматься этим продуктом, уходя с рынка, вы будете обязаны на свой новый продукт проделывать определенную такую же сложную работу. Если же вы раскручиваете себя, создаете популярность себе и узнаваемость себе, вы сможете эту аудиторию еще долго использовать. Друзья, основной мысль, которую хотел сегодня вам дать, это понимание того, что нужно думать в социальных сетях не только о том, как получить клиентов, нужно думать не только о том, как максимально рекламой побольше себе запузырить, нужно думать о том, как создать узнаваемость себе или своему продукту, и с помощью каких инструментов это можно делать. Вот, как-то так. Я вижу от вас комментарии. Друзья, смотрите, я вижу там в чате обсуждения, вижу вопросы, смотрите, как нужно сделать. Я думаю, самое простое, если у вас что-то не получается и что-то не можете сделать технически, вы можете написать мне ВКонтакте или в Инстаграм, и мы быстренько организуем все, что вам нужно, что касается сервисов. Телеграмы, темлайки, Райскаута. А пока что давайте отвечу на несколько вопросов по теме бренда, по теме Инстаграма, не по сервисам. Все, что касается сервисов, я готов ответить в личных сообщениях, или там наша техническая поддержка сможет вам помочь. Давайте, друзья, жду вопросы от вас. У нас вебинар немножко с задержкой, поэтому, скорее всего, потребуется мне 20 секунд подождать, пока вы напишите. Пока посмотрю, что вы писали в чат, может быть, тут есть какие-то вопросы. я член такого чата. Так, первый комментарий. Выдает ошибку. Я вижу, да, что выдает ошибку. Не парьтесь, давайте таким образом поступим. Я сейчас... Короче, у нас сегодня там было обновление, и, соответственно, возможно, что-то не поправили, но сейчас быстро все организуем. Сейчас я уже пишу своей технической поддержки. Сейчас я быстренько верну на ссылки. Сейчас, где ссылки такое? Все, ребят, сейчас, что касается технической части, я сейчас все организую. Давайте покажете вопросы. Так, поехали. Если есть магазин одежды, стоит ли его продвигать за счет личного бренда? И можно ли стать лицом двух магазинов, которые не связаны? Смотрите, что касается магазина одежды, стоит ли его продвигать за счет личного бренда? Тут какой момент? Я считаю, что, в принципе, магазинов одежды их настолько много уже, что их реально настолько огромное количество, что единственный вариант сейчас сделать что-то прикольное, это продвигать за счет себя, за счет своего бренда, за счет своей узнаваемости. Потому что иначе этот магазин будет теряться на фоне еще десяти тысяч таких же магазинов. И можно листать лицом двух магазинов, которые не связаны? Да почему нет? Так, тут есть еще один комментарий не на русском языке, поэтому я его не до конца понимаю. Сори. Если используете таргет, стоит ли использовать масс-фолов или это плохо? Если вы используете таргет, то масс-фолов вам вообще ничем не мешает, никоим образом совмещайте. Есть ли успешные кейсы продвижения контента, а именно СМИ в социальных сетях, Телеграм и Инстаграм? Смотрите, что касается Телеграма, давайте мы не будем затрагивать эту тему, она вообще туманная весьма и далека. Что касается Инстаграма, мне кажется, СМИ огромное количество примеров того, что делают. Я не подписан ни на какие типа известные СМИ, но я знаю, что они делают контент. Ну, например, как-нибудь Russia Today, наверное, делают что-то прикольное. Просто они, в принципе, в социальных сетях делают что-то прикольное. Но я подписан на те издания, которые мне интересны. И уж точно есть куча юморных СМИ-изданий, которые делают в интернете что-то классные. Но опять же, тут контент не станет популярным, если не приложить усилия к его развитию. Ничего не станет само собой популярным. Так, печать или раздача визиток со ссылкой на Инсту, есть ли магазин продвижения как тебе? Честно говоря, не понял, как это значит. Печать и раздача визиток со ссылкой на Инсту. Я думаю, что это будет очень низкоэффективно. Когда человеку нужно с бумаги что-то перенести в телефон, условно говоря, то это будет вряд ли эффективно. Как брендировать услугу? Брендировать услугу за счет приведения известных личностей к себе, которые будут писать о вас. Собственно, брендирование, что это такое? Брендирование — это создание в обществе какого-то информационного шума. Будь то СМИ, или будь то звезды, или будь то ваша реклама просто везде. Это создание чего-то, что не просто нацелено на прямую рекламу, а создание такого контента, о котором будут разговаривать. Нужно ли создавать отдельный отличный аккаунт для личного бренда? Нет, личный аккаунт — это и есть ваш личный бренд. Подскажите, какую стратегию выбрать строительной компании, которая строит частные дома, но у которой не очень много фотографий в портфолио? Если у вас не очень много фотографий, то вам нужно ездить на объекты, которые вы уже сделали и так или иначе много фотографируют. Но что классного я видел в качестве строительных компаний, это когда строительная компания на всех этапах строительства дома показывает, записывает это в сторис, рассказывает об этом интересно и так далее. Продвигаясь... Оп, у меня что-то пошло не так, ребят, секунду, я мне кажется... А, продвигая свой бренд, выдели пять основных важных пунктов и как история эффективна для продвижения. Пять основных пунктов... Я надеюсь, если это вопрос или просто как утверждение, пять основных пунктов продвижения собственного бренда — это первое — это качество контента, второе — регулярность контента, третье — прямое взаимодействие с аудиторией, то есть от вас, лично от вас, четвертое — это обязательное применение продвижения, а не просто ожидание того, что ваш контент будет распространяться сам собой. Пять — это терпение, потому что это никогда не будет быстро. Вот. Так, идем дальше. Риелторские уструги, страниц только риелтора, посты только о недвижимости или о своей жизни нужно тоже постить. Слушайте, да, мне кажется, что как бы тут, тут опять же двояко, но просто за риелтором не очень, мне кажется, интересно следить, как просто за риелтором, поэтому нужно, мне кажется, связывать с жизнью и делать, да, как человек посещает какие-то объекты, как еще что-то, ну, что-то, короче, делать связанное и интересное и с участием в своей жизни. Насколько важно делать страничку инстаграм в одном стиле с однотипным фотом? Можете дать несколько примеров удачных страниц, на мой взгляд. Слушайте, тут нет никакого правила, никто не говорит, что фото должны быть однотипны. Должны ли быть фото в едином стиле? Я считаю, что да. Обязательно ли это? Я считаю, что нет. То есть есть примеры успешных страниц и с однотипными фото, и нет. Просто когда у фотографии присутствует единый стиль какой-то, тогда это просто приятнее для глаза. Сколько нужно времени, чтобы сделать бренд узнаваемым? Это не измеряется, к сожалению, количеством времени, на это очень много факторов влияет. Я ведущий организатор праздников. Что лучше продвигать? Лично меня к профессии или создавать компанию и продвигать ее? Если вы ведущая и вы планируете оставаться ведущей, то тогда абсолютно точно лучше продвигать вас, а все остальное подтянется уже за вами. Как правильно войти в поток, делая бренд своим лицом? Дать аудитории понять, чем является уровень судна, начать с себя своих навыков, умений. Первое, с чего нужно делать, это понять, что вообще интересна аудитория. Пробовать разные виды контента и смотреть, на какие люди будут лучше реагировать. Для этого нужна первая начальная аудитория вообще, которая просто может привлечь через нас фоллоинг или через еще что-то. Так, подскажите, пожалуйста, по стратегии продвижения витаминов. Может, есть примеры классных продающих аккаунтов? Заранее спасибо. Слушайте, примеры витамины. Посмотрите наш аккаунт Ханни Тедди Хейер, вот классный пример продажи витаминов. Насколько контент в Инстаграм должен совпадать с контентом в Фейсбук? Это вообще не обязательно, это две разные социальные сети. Скажите, какую стратегию? А, это я уже ответил. Так, последний раз обновляю страничку, и на этом мы с вами закругляемся. Темлайкер, надо искать сервис в стране, который нужен. Я в Турции, мне нужно продвигать свои продукты. Здесь что будет, если активность на моей странице будет от людей из Украины. Ничего, это будут люди из Украины, это будут также ваши подписчики, поэтому ничего плохого. Хуже от этого точно не будет. Комментарии вы сможете писать на турецком, если вам надо. Просто будут приходить от аккаунтов украинских. Подскажите, пожалуйста, какую стратегию выбрать можно? Подаем главную убору, с чего начать? На что обращать внимание? И самое важное для вас, это начать что-нибудь делать, потому что если все время думать, с чего начать, то можно никогда не начать. Так, я вижу, наваливают, наваливают, наваливают комментарии, и, к сожалению, мы не сможем ответить на все, потому что мое время на ответы на вопросы подошло к концу, друзья. Но я вам вот прямо на экран в данный момент вывожу ссылочки еще раз свои и на ВК, и на Инстаграм, поэтому можете мне смело писать, и я постараюсь ответить на ваши вопросы, ну, либо хотя бы вам какие-то видео прислать обучающие или еще что-то. Друзья, я на этом с вами прощаюсь, надеюсь, вам хотя бы на долечку, на чуть-чуть было полезно то, что я сегодня рассказывал, поэтому ставьте плюсики, кому это было хотя бы чуть-чуть полезно и кто вынес для себя хотя бы что-то ценное. Я так понимаю, что у вас в любом случае обучение еще продолжается, что еще помимо меня еще куча спикеров, еще занятия и так далее, поэтому вам я хочу пожелать только удачи, результатов больших, получения всего, что вы хотите от социальных сетей и от Инстаграма. Ну и, конечно, самое важное это что-то делать новое, пробовать и следить за тенденциями, которые будут в интернете, а они постоянно меняются. Вот. Я жду, наверное, что... Во-первых, я жду плюсиков много о том, что вам было что-то полезно, а во-вторых, вот посыпались первые плюсики, класс, а во-вторых, я жду того, что меня кто-то... что мне кто-то скажет пока и что... Саша, спасибо большое тебе за крутой контент, и нам было очень интересно послушать, уверен, что аудитория тоже все очень понравилась. Ребята, там я видел еще много вопросов, Саша оставил контакты своих соцсетей, и туда уже пишите, если на вашей доме получили ответ. А сейчас у нас будет уже второй спикер. Саша, можешь уже отключаться, спасибо тебе еще раз. Все. Пока-пока. Меня видно? Все, огонь. Друзья, в общем, Сашу мы отключили, но теперь у нас тоже есть интересный спикер. Это девушка Вайнер, которая собирает по полмиллиона, миллионы просмотров на свои рекламные видео. В общем, она поделится с вами интересной информацией, не только как получать миллионы просмотров на рекламные видео, а и как взаимодействовать с Вайнерами, если вы хотите рекламировать у них свои товары или услуги, чтобы делать это максимально эффективно. Я передам слово Алектини, она тоже поделится крутой информацией, а в конце ответит на ваши вопросы. Ну что, поехали. Всем привет, меня зовут Аля, надеюсь, меня хорошо слышно. Я добавлю ссылку на твой аккаунт, если добавлю просто Алектини, уже больше 250 тысяч подписчиков. Кому интересно, сможете прямо во время трансляции, во время того, как она рассказывает свою информацию, посмотреть ее страничку, посмотреть, сколько у нее просмотров, лайков. Это действительно, ну, она расскажет, как она это все делает. Хорошо, приступим. Для начала скажу, что беседа будет строиться следующим образом. Я буду какое-то время говорить, минут 15-20, а потом попрошу вас задавать вопросы, и по ходу беседы вы можете запоминать свои вопросы, чтобы потом их задать, чтобы они не потерялись, и я на них себе ответила. Вот, ссылочка уже появилась в комментариях на мой аккаунт. Вот, итак, начнем. Прошлый спикер говорил о важности лидера мнений, когда свой личный инстаграм люди превращают в, собственно, в инструмент продаж. И инстаграм это и есть мощный инструмент продаж, и чем так важен лидер мнения. Лидер мнения, в первую очередь, это человек, это вряд ли бренд, и если говорить о блогерах, то блогеры и есть лидеры мнений. А плюс блогера в том, что лояльность, которая существует между зрителем и блогером, она переносится и на товар, который блогер рекламирует. Если это, конечно, не зашкольный товар, типа казино, вулкан и так далее. Вот, то есть, если вы рекламируете свою услугу, которую вы продаете, если тут смотрят нас ребята из казино вулкана, извините. Если, например, вы продаете какие-то услуги или товары, какие-то там подарки, любой товар, который может понадобиться зрителю, который смотрит блогера, то у вас есть шанс на успех. Сегодня я расскажу вам, как выбрать приоритетную площадку для рекламы среди блогеров, почему стоит брать рекламу у блогеров, а не, например, у аккаунтов, которые занимаются тем, что перепащивают себе там контент разных блогеров, то есть как паблики. Какого именно блогера нужно выбрать, сколько может у него стоить реклама и как дать точное задание блогеру, чтобы его реклама, которую вы оплатили, была для вас эффективной. Начнем, наверное, с того, как нужно выбирать площадку. Вы, как я думаю, вы 100% знаете, кто есть ваш клиент. Это женщины, это мужчины, какого возраста. Часто бывает, что Инстаграмы создаются такими компаниями, клиентов, у которых в Инстаграме априори нет. Но я думаю, что среди нас таких тоже как бы немного, надеюсь. Вот, то есть если ваша аудитория – это девушки до 18 или 18-25, то шанс в Инстаграме осуществлять много продаж у вас очень большой. И я вас с этим поздравляю, потому что в основном блогеров смотрят именно такая аудитория. И у меня, например, такая аудитория. Больше я немного волнуюсь, я забыла, о чем я говорила. Да, ничего не волнуюсь. На самом деле, наша аудитория очень лояльная, им интересна твоя тема. Просто расскажи, как ты взаимодействуешь, как рекламодатели тебя находят, что ты делаешь, чтобы именно твои были видеоэффективны. Ну и на самом деле добавлю от себя, что сейчас в мастер-араме есть любая аудитория. И какой бы у вас ни был товар или услуга, вы можете ее рекламировать. Просто мы сейчас говорим уже о более узкой теме, когда вы делаете рекламу у вайнеров определенных тематик, так как есть бизнес, так сказать, вайнеры, которые снимают такие смешные видео. Здесь все тоже плюс-минус отличается. Но сам алгоритм покупки, сам алгоритм анализа их страниц, он остается одинаковый, и вы можете эту информацию применять и к другим рекламным источкам, которые вы будете использовать. Да, я говорю о массовости, то есть о массовости аудитории среди блогеров популярных, которые снимают вайны, то есть такой контент, как снимаю я. Поэтому это не значит, что другой аудитории в Инстаграме нет. Все правильно. Первое, с чем вы сталкиваетесь, когда вы хотите взять рекламу, это вы пытаетесь выбрать блогера. И тут нужно брать во внимание конверсию, то есть соотношение просмотров и подписчиков. Предыдущий спикер говорил о том, что сейчас не важно, какая цифра у тебя, миллион, хоть 10 миллионов, но главное это показатели активности, то есть выбирайте блогеров, у которых высокие показатели активности. Лайков не меньше, чем 25% от количества подписчиков, ну и просмотров, если это видео, 100 и больше. То есть если их меньше, то немножечко нецельно сообразно. Это очень просто, 100% сколько подписчиков, столько просмотров на видео. Да, это значит, что видео вирусятся, что они интересные, что сейчас этот блогер на волне. Хотя бы 100% от количества подписчиков должно быть просмотров. Я вижу, что уже интересно, да. Окей, в принципе, да, если посмотреть, то 100% просмотров и выше и 20% лайков. Опять же, это я добавлю так от себя, потому что не все понимают, это показатели для вайнеров. На самом деле, если вы смотрите именно блогеров или каких-то экспертов в своих нишах, у них могут быть значительно ниже показатели, но опять же, это не значит, что реклама будет неэффективна. Но если говорить о вайнах, то плюс-минус такие цифры. Показатели активности говорят о том, сколько аудитории доверяют этому блогеру и хочет с ним взаимодействовать. То есть, если блогер что-то рекомендует, у него большая активная аудитория, то ясное дело, что ей будет интересно, что это такое. Особенно, если блогер говорит от себя, например, говорит, вот я люблю вот этот товар, купите вот у этой фирмы поездку. Вот такие вещи будут особенно интересны для тех, кто активно интересуется жизнью блогера. Поэтому тут тоже важен будет показатель комментариев. Если, например, другие фотоблогеры, которых сейчас, кстати, достаточно много, вот у фотоблогеров бывает мало комментариев, потому что они как бы не делают призывы или делают призывы на лайки. Но комментарии в случае с вайнерами — это очень важный показатель. И тут сложно сказать, какой уровень комментариев должен быть. То есть у некоторых, например, у топовых инстаграмов Украины, если говорить о Украине, просто недавно смотрела статистику, могу точно сказать. Пардон, упала пятычка, сейчас исправим. Топовый инстаграм сейчас — это Саша Чистова, Алена Венум, среди женщин Веры Брешнева и так далее. Это все к украинскому инстаграму относится. Вот у них показатели комментариев просто сумасшедшие. Там 20%, так как должно быть на лайках у хорошего блогера. У других блогеров должно быть меньше. Тоже нужно читать, смотреть, как вы понимаете. Как сделать правильное ТЗ? ТЗ — это техническое задание, труточное задание. То есть как описать, что вы хотите, чтобы вайнер снял для вас видео хорошее. То есть для начала есть такая уловка, как бы в инстаграме просмотр засчитывается через 4 секунды воспроизведения видео, а видео воспроизводится автоматически. То есть как вариант, чтобы собрать больше просмотров, получить больше узнаваемости, отчасти это и есть цель публикации видео каким-то блогерам. Можно попросить блогера, чтобы в начале видео была плашечка с названием этого вайна, к примеру, типа девушек в кино, я не знаю. А дальше уже пошел вайн. То есть уже 2 секунды хотя бы у вас есть. И засчитался просмотр. Просмотры, если есть, значит видео будет рекомендоваться, рекомендоваться, рекомендоваться. То есть если раньше блогер этой фишки не использовал, можете ему сказать, давай типа. Но он в принципе будет, я думаю, к вам прислушиваться и это сделает. Будет больше просмотров. Призывы на комментарии, призывы на переходы, это все очень важно для того, чтобы видео зашло. Вот. И... А я скажи, если человек, у нас большая аудитория, не понимает, как правильно составить ТЗ вайнеру, то ты составляешь этот ТЗ или в принципе ты не отвечаешь на сообщения, которые там неграмотно оформлены, плюс-минус, как им это все научиться, как это им правильно делать, как эти все призывы. Потому что я уверен, многие пишут вопросы, там, привет, сколько стоит реклама, или там, в идеале, привет, сколько стоит реклама, у меня магазин одежды и ссылка. Это уже круто. Да-да-да. Ну, когда мне пишут люди, которые неграмотно оформляют сообщения, я могу даже иногда не ответить, поскольку, ну, если человек представляет бренд, насколько серьезный этот бренд, если он пишет вот так вот. То есть нужно представиться, написать... Как нужно составить сообщение, чтобы ты на него 100% ответила? Какой? На оформленные длинные сообщения я всегда отвечаю, они говорят, о, привет, сколько стоит реклама. То есть уважающий себя блогер, он не будет давать рекламу всем на свете. Лучше давать ее меньше, но как бы лучше, и тогда активность будет больше, и вам это будет выгоднее, как бы и блогеру, когда он не будет задавать свою аудиторию постоянной рекламой на каждый день. То есть если вы претендуете на то, чтобы быть серьезным, узнаваемым брендом, вам нужно как бы формировать впечатление о себе. И это сообщение в первую очередь. Вы должны как бы написать, здравствуйте, меня зовут так-то, какую должность я занимаю, или чем я занимаюсь, за что я отвечаю. То есть я там пиар-менеджер, или я создатель, я там отец корпорации, в общем-то. А потом описать, какой товар и что именно вы бы хотели. Также многие недооценивают сторис. Например, все хотят видеобосс. Но бывают такие ситуации, когда было бы абсолютно точно так же хорошо для того, кто хочет купить рекламу, и сторис. То есть нужно понимать, что Vine и сторис сейчас это примерно на одном и том же уровне находится как бы с точки зрения покупок и переходов на ваш ресурс. Так что если вдруг вы захотите покупать рекламу у вайнеров или у блогеров, которые постят как фото, так и видео, то подумайте о сторис, потому что часто это дешевле для вас будет. Жил, например, у тебя какая разница, если в процентах или в количестве рекламы в сторис и записать Vine? Сейчас очень многие недооценивают сторис как инструмент рекламы, поскольку для них это недостаточно серьезно, или они не могут это вставить в отчет. Многие мне пишут, как я вставлю сторис в отчет, а типа куда я делал бюджет? Я такая, ну да, это повод их не делать, конечно. Ну, смотрите, если говорить о переходах, в сторис хотя бы их можно отследить. То есть у меня эффективность сторис и видео одинаковые. Я думаю, в некоторых случаях может быть даже лучше сторис, это зависит от товара. Вот, потому что хотя бы мы можем их отследить, правильно? Если из видео идут переходы, мы не знаем, сколько их точно было. Вот. И я даю совет всем молодым предпринимателям, у которых не самый огромный обучает на рекламу, попробуйте со сторис. Вот попробуйте и вы увидите, потому что сторис это более нативная реклама. Там нет каких-то жестких барьеров восприятия, что, например, ой, Глеева сегодня запостила Vine, но именно реклама, потому что часто она обычно не постит. Ну, то есть это тоже какой-то барьер. А сторис это вот что-то, где блогер говорит от себя, он рекомендует искренне. Это более лично, на самом деле я тоже соглашусь с этой информацией. И то, что я вам говорил на нашей второй сессии инстатеста о том, что если вы только начинаете, у вас нет больших бюджетов, то попробуйте купить рекламу в сторис. Если она зашла, вы получили там плюс, заработали денег, то вы уже можете дальше инвестировать эту прибыль в покупку рекламы в ленте. Если говорить о Vine, то о покупке Vine. Отлично. Ну, то есть это даже вот подтверждается человеком с практики. Блогерам, которые именно эту рекламу и делают. Поэтому действительно, если вам кажется, что реклама большая, вы не знаете плюс-минус, какой результат вы получите, тем более, если вы только начинаете, то попробуйте со сторис. Тем более, вы можете туда вписать ссылку, если в пост вы не можете сделать активную ссылку. То есть вы можете добавить ссылку на свой аккаунт, а в своем аккаунте уже поставить ссылку на свой сайт. Если вам важно перегнать аудиторию, например, сейчас часто многие рекламируют Телеграм, Телеграм-каналы. Если там у вас... Я тебе перебью, в сторис можно вставлять даже теперь ссылки. Нет, это я говорю, да. Я это говорю о том, что если вы рекламеете у Vine, ссылку может вставлять себе аккаунт, у которого есть минимум 10 тысяч подписчиков. Соответственно, у всех Vine есть уже там 10, 20, 100 и 200. Поэтому вы можете прямо вставлять ссылку на Телеграм, на свой сайт, на что угодно и уже туда гнать аудиторию. Конкретно вы можете написать блогеру, скинуть мне статистику со сторис, и он вам пришлет, сколько человек перешли по этой ссылке, либо сколько человек перешли на ваш профиль, если там была просто отметка вашего профиля в сторис. И есть у нас даже опыт, у меня есть опыт рекламы ресурсов, которые выходят за рамки Инстаграма. То есть, например, вот Антон, мой парень, он сидит немножко за камерой, он снимает на YouTube. И когда он выпустил видео, я решила сделать ему рекламу, то есть переход сделать на YouTube-канал. И записала сторис о том, что вот, у Антона появилось новое видео, кто хочет, перейдите на его аккаунт, а уже в шапке его аккаунта перейдите по ссылке на видео на YouTube. То есть, это такой значительный барьер, то есть, многим было бы элементарно лень. Но неожиданно для меня переходов было больше, чем я ожидала. Было 23 тысячи переходов. Это очень много, это прям вообще очень много. Но тут, конечно, можно описать этот интерес тем, что Антон мой парень, там интересно узнать, кто мой парень и так далее, какие видео он снимает. То есть, в случае с отдельным каким-то человеком, возможно, такой активности бы и не было. Но этот факт говорит о том, что сторис многие реально недооценивают. Если говорить о том, что, например, мне часто пишут люди «Привет!», я продаю одежду, или нет, не так, одежда это не совсем подходит. Я начинающая певица, я живу где-то в Эстонии, я хочу видео, чтобы ты сняла про меня видео. И какое я видео могу про нее снять? То есть, тут я говорю, что давай лучше мы с тобой сделаем сторис, потому что это будет понятно, это будет оправдано. Зачем моим подписчикам смотреть видео про девочку, которая живет в Эстонии? Я не смогу это сделать хорошо. Давай я сделаю сторис, это будет классно, и тебе, и мне, и вот. Ну, то есть, так можно определить, какой вариант рекламы для тебя будет более полезным. Какое-то видео, которое будет вызывать больше вопрос, чем эффективность. Или сторис. То есть, это не всегда плохой компромисс. И обратите на это внимание, потому что для вас это может быть реально спасением. То есть, сейчас, когда... Я знаю, что многие верят в массфоллинг, что массфоллинг это круто, типа это работает, но лично в моем опыте я пыталась сделать массфоллинг на первых этапах, когда я только начинала снимать видео. И в моем случае это не работало, поскольку мне нужны были не подписчики, а просмотры. То есть, реальные люди. А реальные люди конвертия составляла меньше 8%. То есть, я подписываюсь на 100 человек, и 8 из них остается со мной. То есть, это достаточно маленький процент. Возможно, для других вещей это работает, но для меня как бы нет. Я, кстати, забыла вам сказать, что вы можете писать уже свои вопросы. Я буду... Я еще хочу тоже от себя вопрос сказать. Смотри, я уверен, что ты работал с многими рекламодателями, и тоже аудитория интересная. Какие ниши сейчас лучше всего заходят в рекламе в Вайнах? Ну, то есть, мы говорим на сторисы, видео поставили. Возможно, есть какая-то аналитика, поделиться. То есть, как раз есть представители этих ниш, которым стоит обратить внимание именно на рекламу вайнеров. Есть ли такая общая информация? Конечно, да. Ну, в Инстаграме... Или, может быть, такие ниши вообще не зашли, которые прямо 100% не стоят рекомендоваться. То есть, ты попробовала, но написала, тебе сказали, что, извините, наверное, не наши. Давайте вам расскажу. Это очень интересный момент, с чем я хотела бы поделиться. Вот, я думаю, тут аудитория в основном предпринимателей. То есть, самое частое, зачем пишут, это магазин одежды, магазин косметики, гивэвэй. Вот такие вещи я без труда могу согласиться. Ну, то есть, да, конечно, это зайдет. Это и мне интересно, поскольку у моей аудитории это поможет в чем-то, там, найти подарок маме на Новый год, там, или, там, пытаться выиграть айфон. То есть, это им интересно. Что и мне интересно, это, например, Инстаграм-накрутка. Мне очень часто пишут за рекламу аккаунты, которые занимаются Инстаграм-накруткой. Я им сразу говорю, ребята, извините, я просто за это не возьмусь, потому что... Нет, ну, тут на самом деле мой совет всем, кто сейчас покупает рекламу блогеров. Если вы видите, что блогер в сторис, в ленте публикует накрутку, накрутку ботов, никогда не покупайте у него рекламу. Это блогер, который абсолютно не ценит свою аудиторию, своих подписчиков. Соответственно, он рекламирует все подряд. И если вы отрекламируетесь, никто не будет уже уделять вашей рекламе внимания. Поэтому, если вы видите, накрутка ботов, казино, еще какие-то другие штуки, никогда в этом блогере вы 100% потеряете деньги. Просто 100%, какая у вас была ниша, не была бы. Я делаю рекламу достаточно редко, потому что это влияет на ее эффективность, это ни для кого не секрет. И мне пишут, например, в боду, я могу им сказать нет, потому что у меня была недавно реклама, и моей аудитории будет это неприятно. То есть у блогера должна быть свое комьюнити, свое сообщество, которое верит ему, и которому сам блогер тоже верит. То есть между ними должны быть хорошие отношения. Это всегда видно по аккаунту. Если там реклама окажется или через пост, то вы должны понимать, что если она стоит дешево, то есть вопрос, будет ли она эффективной. Что еще часто рекламируют? Часто покупают рекламу аккаунты, которые занимаются, например, девушка, блогер, например, она модель, она хочет быть популярной. Или там она бьюти-консультант, то есть такие люди, то есть аккаунты личности, лидера мнений. Вот такие аккаунты очень хорошо для меня лично рекламируют, потому что на них идет большой переход. Потому что я могу рассказать что-то об этом человеке, уже есть доверие, если я говорю об этом человеке, вставляю там какие-то фрагменты его аккаунта. То есть к таким вещам есть доверие. Если я рекламирую giveaway, то это уже сложнее, потому что если рекламирую... Однажды у меня была такая история, что я связалась с рекламодателями, ой, как-то с людьми, которые купили у меня рекламу, рекламобзятели, я не знаю. Рекламодатели. Рекламодатели, да. Они рекламировали giveaway, и у них произошел такой указус, что аккаунт забанили. И получается все люди, которые от меня подписались, то есть все, они уже не принимают участие в этом конкурсе, аккаунт забанили. У них не было резервного. Я не разбиралась в этих тонкостях. И после этого я очень долго не занималась giveaway, потому что понимала, что моей аудитории уже не будет к этому доверия. То есть тоже нужно давать какие-то гарантии, что есть giveaway для блогера, и самому быть более ответственным. Какие еще вопросы? Тут не вопросы, а еще от себя. То есть мне кажется, есть часть аудитории, которую нас смотрит, именно не рекламодатель, а возможно кто-то хочет стать вайнером, блогером. Какие-то рекомендации от себя могла бы дать, с чего начать, как набрать первую аудиторию, где искать вдохновение, может еще какие-то свои фишки, что ты использовала, чтобы набрать 250 тысяч подписчиков, например. Ну хотя бы людям, я думаю, актуально будет хотя бы 1050 набрать. Я думаю, это очень реально. Во-первых, это реклама. Сейчас я не занималась, не покупала рекламу, потому что мне не нужно было, потому что когда я начинала, скажем так, мои вайны постили аккаунты, которые постят там видеоконтент, то есть паблики разные. Но сейчас ситуация на рынке такова, что блогеров очень много, даже можно сказать слишком много. Поэтому я думаю, что тут вам придется на первых порах брать какую-то рекламу у блогеров, которые сейчас уже что-то значат, например, коллаборации, там реклама в сторис, взаимопиар, вот такие вот механизмы работают. Насчет лайк-чатов у меня есть некоторые сомнения, потому что я лично пробовала такое делать, участвовать в лайк-чатах, но сейчас Инстаграм так часто обновляется, алгоритмы меняются, что сейчас не играет никакой роли лично для меня. Как я заметила, по своему опыту на видео. Может быть для вас... Здесь я скажу от себя, что здесь все очень зависит напрямую от лайк-чата. Лайк-чата, коммент-чата. Например, опять же, у нас будет для всех участников Инстаграм-академии отдельный свой чат, который будет максимально эффективно работать, в котором будет помимо обычных участников находиться 20-30 топов украинских блогеров и зарубежных, и звезд. И такие чаты будут просто продвигать ваши записи в топ, рекомендованные и так далее. Но это все уже дальше вам расскажу и покажу, как это будет работать уже участникам нашей Инстаграм-академии. Пишет вопрос, занималась ли ты раскруткой или как накруткой, подписывали своего аккаунта. На аккаунте Дива Оливка, который у меня сейчас, я ни разу не делала никакой рекламы. То есть аккаунт растет за счет контента. Это самый классный рост, потому что это продуктивный рост, и люди, которые подписываются, они 100% твоей аудитории, и они тебя смотрят. Что касается накруток, ну я бы не советовала это делать блогерам, потому что опять же Инстаграм растет, и алгоритмы обновляются, и лучше этого не делать. Не рискуйте своим аккаунтом, потому что если вы с недоброкачественными как бы людьми, как-то недобросовестными людьми свяжетесь, которые занимаются накруткой, вы можете просто потерять свой аккаунт, попасть в серый список Инстаграма, когда вы не попадаете в рекомендации, к примеру. То есть контент – это ваш самый главный инструмент, благодаря которому вы можете расти контент, еще раз контент, хороший, регулярный контент. Вот так вот. Есть такой вопрос, на который, в принципе, ответ уже есть в вопросе. Вопрос о доверии к блогерам. У блогеров Инстаграма сейчас реклама идет довольно много, подписчики негативно расправляются рекламу, судя по комментариям, доверия к блог durum снижается или снижается ли эффективность рекламы. Но вы же сами ответили на этот вопрос, потому что если у блогера чесчур много рекламы, соответственно, и эффективность ее снижается. Поэтому находите тех блогеров, которые, в принципе, более ответственно относятся к этому, и у них есть какая-то регулярность. Но опять же, скажу от себя, как от человека, который ежемесячно покупает просто тонны рекламы, как в сториз и в ленте, есть блогеры, у которых супер много рекламы, и она все равно эффективна. Она дает много результата, но все равно я заметил, что работа с такими блогерами определенную дистанцию эффективно снижается. И рано или поздно она придет к нулю, а потом уже и к минусу. Но опять же, здесь все заключается в тестах. Вы должны тестировать, покупать, если получаете плюс, можете там делать рекламу, а то еще. И есть такой еще момент, что, например, у меня была такая ситуация недавно, что я делала рекламу, и было очень много переходов. Но подписок было мало, и вопрос, ой, реклама неэффективная, что делать? То есть, когда вы покупаете рекламу, вы должны понять, что блогер дает вам переходы. Он дает вам узнаваемость и возможность контакта с вашим покупателем. Но если люди не подписываются, то тоже есть вопрос, была ли правильно выбрана площадка, или достаточно ли хорош ваш профиль. Подписались ли вы сами на себя, если вы увидели вот такой вот пленте? Потому что, например, если аккаунт создал недавно, он занимается GiveEVM, то есть, даже если на него было 15 тысяч переходов, ну вот как было у меня, подписок было всего тысяча, потому что нужно обращать внимание еще и на оформление своего собственного профиля. Если вы даете рекламу, позаботьтесь о том, чтобы человек, который перешел на вас, он захотел на вас подписаться, чтобы профиль не выглядел странно, в нем не было больше подписок, чем подписчиков, чтобы там было достаточно много постов, и они все были не загружены в один день. Да, я скажу от себя, что именно оформление профиля – это то, что в первую очередь влияет на конверсию. И наши инстаграмы академисты, тут уже завтра, именно завтра мы поговорим о правильном оформлении профиля, подготовке аккаунта к приему трафику, как делать так, чтобы все, когда вы будете использовать продвижение, оно работало максимально. Но опять же, нет возможности пока это так широко рассказать, сейчас мы в первую очередь хотим ответить на те вопросы, связанные с темой Алифтины. Вот здесь многие пишут, как найти вайнера для своей ниши. Для начала, можно ли, к примеру, какая ваша ниша, ну и то, чтобы я понимала, от чего отталкиваться. Так тут просят ссылку на мой аккаунт. Да, я скинула. Так, например, хорошо, сама приведу пример. Если вы продаете косметику, то очевидно, что ваш вайнер – это будет девушка, правильно? То есть вы должны проанализировать своих клиентов и сопоставить это с аудиторией, которую имеет блогер. Если ваши клиенты – девушке 18 лет, вы просите блогера, перед тем, как взять у него рекламу, можно вашу статистику? Это вы должны задать этот вопрос, чтобы понять, подходит ли вам эта аудитория. Вы сопоставляете, если картина сходится, и аудитория, и пол, возрасть, геолокация аудитории вот этого блогера сходится с вашими клиентами потенциальными, то вы берете у него рекламу. И, опять же, еще такой момент, часто бывают такие ошибки, когда, например, магазин, который продает технику, берет рекламу у блогера, у которого бешеная активность, к нему идут переходы просто тысячами, но у него нет клиентов, и эти люди отписываются. И это не значит, что реклама была эффективной, хоть там и перешло очень много людей, потому что не сходится портрет аудитории и портрет потенциального покупателя. Если даже блогер и мужчина, у него могут быть подписчики женщины, обязательно просите статистику, сверяйте, думайте, смотрите, кто наиболее активный. Как правило, наиболее активная детская аудитория пишет больше всего комментариев, лайкает, репостит и так далее. То есть может и такой поток пойти детской аудитории, оценивать это все. Если ваша ниша или как создать эффективный план по контенту, смотрите, чтобы понять ваш контент, если так вот вкратце объяснить, на самом деле, потому что это тоже отдельная целая сессия, вы просто посмотрите на свою нишу, посмотрите на те аккаунты, потому что в Инстаграме уже по-любому есть топовые аккаунты в каждой нише, посмотрите, что делают они. Проанализируйте их самые лучшие публикации, которые есть у них в аккаунте, и сделайте такие же рубрики, только со своим контентом, возможно, вы что-то улучшите, что-то добавите и так далее. Составьте рубрики, разбейте их по дням недели, дальше тестируйте. То, что будет уже у вас лучше работать, это как бы основы построения контент-плана. Опять же, еще раз добавлю, чтобы полностью там составлять контент-план по рубрикам дням недели, как это все делать максимально эффективно, как делать крутые фотки и видео, мы будем уже в Инстаграм Академии прям по полочкам все объяснять, делать. Но, опять же, я надеюсь, что базовую информацию вы получили, сможете ее даже без такого глубокого анализа уже внедрять и как-то использовать. И лидер рынка не тот, кто сильный на данный момент, самый сильный, а тот, кто умеет приспосабливаться. Поэтому, если сейчас вы делаете какую-то комбинацию, которая дает вам результат, это не значит, что завтра она тоже будет эффективной. То есть нужно постоянно мониторить своих конкурентов, смотреть, что сейчас в тренде, адаптируется. В принципе, если вы сейчас находитесь и работаете в Инстаграме, я думаю, вы знаете, как это делается. Вот, ну, там можете проконсультироваться у человека. Да, на самом деле, да, мы это все расскажем, тоже покажем. Ребята, давайте еще зададим три вопроса. Задавайте такие вопросы больше связаны с вайнерами, с блогерами, Алифтини. На другие вопросы я в конце еще вам дам ответы, буквально там 3-5 минут. Я вам хочу еще рассказать про очень важную информацию о последней возможности вступить в Инстаграм Академию, о тех бонусах, которых мы приготовили для участников, в том числе о тех сервисах, о которых мы сейчас говорили. Вот, поэтому давайте зададим еще три вопроса, и я вам расскажу крутую информацию. Обучалась ли ты в GNS Marketing или обращалась к ним за помощью с раскруткой твоего личного аккаунта? На самом деле нет, я познакомилась с ними недавно, она тут такая атмосфера прикольная. Да, мы познакомились тоже. Наверное, потому что мы познакомились недавно, нет. На самом деле мы обучаем, мы пригласили Алифтину как спикера, который будет вас обучать, а не ее обучать, как делать. Она в своей теме, в теме вайнерства, она уже достаточно эксперт, и она с вами делилась крутой информацией. Так, новый комментарий. И еще, если сейчас тоже повторюсь, как прошлый спикер говорил, если я не успею о чем-то с вами договорить, вы можете написать мне в директ, и там капсом перед сообщением напишите, я из GNS Marketing, или я с лекции, как-то вот обозначите, что вы отсюда, чтобы я с вами... Да, можете написать просто слово InstaFest, чтобы было проще. Да, 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 потому что директ засорен, чтобы я вас нашла, чтобы я вам ответила. Ну, тут пишут по словам вашей рекламы, я думаю, это тоже лучше обращаться в директ, я думаю, это не такая секретная информация. Вот, важный вопрос. Эффективно ли продвижение через трипост вашего контента тематическими пабликами? Смотрите, когда... В чем проблема пабликов? Например, есть паблик, у которого миллион подписчиков. И есть я, у меня 256 тысяч на данный момент подписчиков. И моя реклама эффективнее в 10 раз, потому что есть лидеры мнений, а есть просто какой-то непонятный с бродком брод, то есть подписки идут не на какое-то лицо, а на... Кто-то подписался на одно видео, которое увидел в ленте. А это видео и этот вайнер составляют 3% общего контента, то есть там нет какой-то четкой картины аудитории, то есть там доверие идет гораздо-гораздо ниже. Если вы хотите дать дополнительный трафик видео, в которое вы вложили деньги, когда купили его у вайнера, что он для вас его снял, вы можете, как вариант, запостить это же видео, которое для вас было снято в каких-то пабликах. Но, не знаю, смотрите по паблику. Смотрите по паблику, потому что, как правило, там аудитория более злая, она более критически мыслит, она обсирает очень сильно в комментариях, она негативно все воспринимает. Даже если активность есть, она негативная. Это я говорю, потому что мои видео часто постят большие паблики, и если у меня на странице в комментариях негатива будет 1%, то там будет 40%. То есть смотрите сами, там достаточно негативно воспринимается реклама. И такие паблики постят рекламу по 4 раза в день, и как вы понимаете ее эффективность. Есть ли тренд на цвета оформления аккаунта? Какой будет тренд в 2018 году? Вопрос такой, немного плавающий, потому что, ну, я думаю, что нет. Главное, чтобы был общий стиль, был общий контент-план, чтобы было настроение, эмоции, которые человек получает, когда к вам переходит. А какая это эмоция? Это уже ваш вопрос. Бывают блогеры, у которых весь трафик – это негатив, обсирало, там, не знаю, ну, полное хейтерство, но это тоже трафик, и его реклама тоже дает какой-то результат. Да, то есть, такой вопрос. Да, ребятки, давайте уже с вопросами, наверное, будем заканчивать. Я хочу с вами поделиться прикольной информацией, возможностью вступить в нашу Инстаграм-академию и раскачать свои аккаунты, о некотором мы сделаем больше 10 тысяч живых подписчиков, и у вас будет под каждой публикацией больше 100 комментариев. Пока я сейчас вам буду рассказывать эту информацию, напишите в чат ваше мнение о выступлении Алифтины, можете это писать про Сашу. Ну, пишите, пишите, нам будет интересно почитать, а пока я вам хочу рассказать, как попасть в Инстаграм-академию. Смотрите, у вас... А, да, сейчас, секундочку. Сейчас я вам включу свой рабочий стол, чтобы вы видели, как это все происходит. Смотрите, под... Под этой трансляцией у вас есть желтая кнопка «Узнать об Инстаграм-академии». Вы просто нажимаете на эту кнопку, и сейчас я вам расскажу про эту возможность. Как раскачать свои аккаунты максимально, начиная от оформления, заканчивая продвижением, трагедия рекламой, покупкой рекламы блогеров. Она стартует уже завтра. Уже завтра те люди, которые впишутся, смогут начать прокачивать свои аккаунты. Мы проведем одну сессию для вас, и уже в новом году у вас будет четкий план о том, как раскачать свои аккаунты. Я вам расскажу сейчас о плане, о том, что мы будем проходить, какую информацию вы получите. На первой сессии мы поговорим о всем том, что связано с оформлением аккаунта и безопасностью. С чего начинать? Как правильно создать аккаунт? Как его оформить, чтобы он сам вам привлекал подписчиков? Чтобы люди могли вас по поисковым запросам находить, подписываться и покупать ваши товары? Мы поговорим, как сделать правильную аватарку. Мы настроим все штуки по безопасности, чтобы ваш аккаунт никто не мог заблокировать, угнать и так далее. Мы приводим ваш аккаунт в бизнес-профиль. Также мы научимся работать со статистикой в Инстаграме и поговорим о всех секретных фишках оформления, которые другие не используют. Дальше, на второй сессии мы поговорим, вторая сессия и третья будут посвящены контенту. Мы поговорим о контент-стратегии, как ее создать, поговорим, какие есть виды контента, идеи для постов, фотографии для Инстаграма. Мы поговорим о сторис и прямых эфирах, как их нужно использовать, чтобы получать максимальные результаты. Мы поговорим о видеоконтенте, как тренде 2018 года. Мы говорим, как создавать крутой видеоконтент, как находить блогеров с крутым видеоконтентом. И также мы разберем частоту публикаций, как часто надо постить, какие дни, какие часы, чтобы ваш контент получал максимальные хваты, максимальные просмотры. На третьей сессии мы поговорим о всех сервисах касаемо Инстаграма, а именно обработке фото, как убирать желтый оттенок без помощи фотошопа, список приложений, которые сделают ваши фото еще более качественными. Мы поговорим, как оформлять сторис. Мы поговорим о том, что вы много спрашивали, о стилистике аккаунта, как выбрать единый стиль, какие цвета, фоны сейчас будут в тренде, которые стоит использовать в первую очередь. Также поговорим о приложениях автопостинга, чтобы посты в ваш аккаунт выходили без вашего участия в идеальное время. Дальше мы разберем все актуальные способы продвижения, как через них получать сотни тысяч клиентов. Мы поговорим о хештегах, геотегах. Мы поговорим о том, как попадать в топ и рекомендованное на наших проверенных инструментах, конкретно из практики, продвижение сотни на аккаунт. Мы поговорим о спаллойинге, маслайкинге, как его использовать и привлекать до 3000 подписчиков вообще без бюджета. Мы поговорим, как фильтровать базы под маслойинг, как их чистить от ботов всего ненужного и именно бить по целевой аудитории. Мы поговорим о лимитах и безопасности, чтобы, используя все эти методы продвижения, ваш аккаунт не забанили, он нормально работал. Дальше мы научимся настраивать автоматические сообщения в директ, чтобы каждый ваш новый подписчик, подписываясь на вас, через 5 минут получалось сообщение, в котором вы могли ему что-то продать или познакомиться с своим аккаунтом. Мы разберем также другие секретные фишки маслайкинг, которые помогут повысить его эффективность и получать еще больше 3000 подписчиков. Дальше мы поговорим о всем том, что связано с рекламой у блогеров, о взаимном пиаре, о взаимной активности, кто такой хороший блогер, как его найти, где его найти, как распознать искусственную активность. Мы поговорим о чатах, активности, это то, о чем говорил сегодня Саша Соколовский. Мы поговорим о сервисе TeamLiter, как его использовать, ну и как использовать другие чаты, которые реально помогают продвигать ваши публикации. Дальше мы поговорим на шестой сцене.